Когда мы легли в больницу с Левкиной сестренкой Соней, ей сейчас 14 лет, соседем по палате оказался симпатичный веселый мальчик по имени Миша, 3,5 лет. Он прибыл с мамой из Маркса. Несмотря на разницу в возрасте, дети подружились. Вот он, Мишка, бегает на следующий день после удаления аденоидов. Принес операцию еще легче льва. Ну и объем тут был поменьше, правда. Льву-то кроме аденоидов еще и миндалину удаляли. Наши девочки операцию сделали на следующий день после госпитализации. Это обычная практика. День в день редко получается. И вот опять уже знакомая картинка. Доктор после операции демонстрирует нам удаленные больные ткани. Такой величины бывает очень редко. Ну, сейчас ребенок почти взрослый. Вот они какой. Они же росли вместе с ней. А миндалью не удаляли? Нет, миндалью мы не стали удалять. Нет. Нормально, не требует ничего? Ну, пока нет. Ну, пусть они до периода полового созревания нужны. Позже доктор Князев пояснил, подразумевается период до окончания полового созревания, до 17-18 лет. Это если бы маленький был ребенок, я бы и миндалью удалил. Здорово. Там есть, конечно, хронический подозревание. Я только аденоид. Так это аденоид? Вот это трубные миндалины, вот эти маленькие. Они мешали слышать. А вот это вот большая. Вот это аденоид самая большая. Ну, это огромный, что же не видите? Вижу, конечно. Что на гистологию. Все. Да. Ну, это гистология-то обязательно или что-то вызвало подозрение? Ничего, не вызвало подозрение. Не, гистология, это 100% делаем. Подозрений никаких не вызвало. Все, ждите. Меня сейчас выводят, да? Да, он выводит. Соня, просыпайся, давай. Молодец. Софью привезли на кушетке в палату. Пробуждает от наркоза. Анестезиолог Дмитрий Игоревич и операционная сестра. Идем ко мне сюда. Идем. Соня, на ноги вставай. Соня, спускайся, давай, спускайся. Давай, давай, давай. Молодец, давай. Идем на кровать. Давай, давай. Хорошо. Молодец. Вот аденоиды, они тебе закрывали и слуховой проход. Вот, то есть у тебя и слух улучшится еще. И зубы, говорит, деформировались из-за аденоидов. Да. Понимаешь? Соня, зажновато. Зачем? Нос. Я не могу дышать. Конечно, первые полчаса-час приходится тяжеловато. Что уж тут говорить. Ранний послеоперационный период. Кровоточивость раны. Рвало дважды, особенно после первого приема воды. Хоть пить и хочется, но следует ограничиваться лишним большим количеством. Флексюли в локтевой вень. Позднее сони прокапали кровоостанавливающие средства с физраствором. Кололи антибиотики утром и вечером. Надо отметить, что никаких осложнений не было. Не было и обычного для таких случаев повышения температуры. Хотя до 38 считается нормой. Но обошлось и без этого. Сосед Миша очень сопереживал Соне, проявляя солидарность, беспокоился. Пропадая пара. день выписки мы пришли с братиком лёвой он чувствовался как дома рефлектор накинулся свою бывшую палату сонина рядом в одном отсеке сонечка оказалась не там где мы ожидали ее переселили дожидаться документов о выписке в резервной палате наплыв новых пациентов вынуждал потесниться чтобы вы говорите а левчик где пошли а левку по-прежнему влекло в ту часть отделения где он полтора года назад лежал сам да и новые друзья ровесники тут вот Миша знаком с Миша он лежал здесь тоже в каком же возрасте когда тоже за руки за руки взрослые не они туда нет а вот еще один человек а вот еще один таранёв а вот еще одна мама а вы на завтра оперируетесь да улечит а левчат лёвчик поспрашивает что они тут делают а лёвчик угу перебираем угу перебираем у меня все спасибо большое угу сейчас уranочка польщина сонин ну что вам обещали тогда выпьешь в дом после в дом а вас тоже Ну да, из двух до 15-15 лет, что ли? Что, он тут остается? Ну, пока! Ему надо безудистно и веселее. Ну, вообще не надо. Заключительный осмотр пациентки доктором Князевым. Ну что, мы ее сегодня... У нее отлично все, отлично. Просто вот... У меня слог, Петра. Все очень хорошо. Вот здесь у нее были выделения. Ну да, с права направо, с права. Миндаль, сейчас все хорошо. Вот. Нос дышит прекрасно. Вот так проверяет. Он, наверное, закладывает. Ну, это будет закладывать. Это связано с сосудами. Это зачем? Проверите, как дышит. Вот видите. Вот так проверяет слегка. Ага. О! Сдувает, видите? Отличный клапан стал. Отлично. То есть работает, все прекрасно. Вот. И гордочка дальше. Как будто и не делал операцию. Видите? Ну, все очень хорошо. У нас щадящий глушительный режим. Ничего горячего, острого, соленого, разражающего. И свети. Ни пить не есть. Ни прыгать, ни бегать. Это освобождение четыре. На один месяц. На один месяц. Как шлят! Уже не заболели? Нет. Сейчас будем делать продувочку. Пройдите, спрашивайте. Давай-ка, боровочка посмотрим. Сейчас продувание сделаем. О! Хорошо. Тебе даже не переломки выстрелись. Тебе даже не переломки выстрелись. Продувание ты делал? Ну, вот так вот. Я что-то. Ты как не продувание. Я просто смотрю. Сейчас летаю. Сейчас делаю. Сейчас делаю. Нет, не включай. Оттуда это... Так, давай. Будешь говорить ПАРОХОД. Говори. ПАРОХОД. У БОДЫ КОНЕЦ Я ж не видел. Легкие вещи. Вот так продувая. Давай рипа. ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХ Ешё раз. Ешё раз, и всё. Да ладно, ладно. Давай давай давай. Вот сколько-то перепросшем. На колынную подпаду. Всё, отлично. А что какие-то ощущения были? Не-е. Если просто воздух когда идёт, то он не смертится. Конечно. Я слышу звук, характерный звук, когда воздух проходит слуховой трубой и начинает... А, понял, понял. Давайте Левушку. Лева. По восемь летчурке идет пароход. Левчик, давай, идем. И Левка не отвертелся. Сейчас Левчик за тобой тут явился. Лев, здорово сейчас, Санаталья Борисовича. О, какой-то большой ты стал. Ты меня помнишь, Лева? Ну, локальчик. Садись. Садись, вы хорошие. Носик, посмотри. Не буду с тобой ничего делать. Лев, все хорошо. Как же ты Анатолий Борисовича боишься? Его не можешь бояться. Да, я тебе здесь больше ничего делать не буду. Я только посмотрю, какой носик вот этим. Видишь, расширительный. Давай посмотрим. Носик. Носик. Ты только ручки. Лешки, беру ручки. Ну вот, молодец. Не больно? Точно? Ну, голос замечательный. Так, теперь горлышко проверим. Палочкой. Так, подожди, не надевай маску. Ну, у него прекрасно. Смотрите, парень. А, горит. Кстати, он ни разу не болелся. О, не зря, знаешь, что... Не зря мы с вами сделали. Не зря, не зря. Помните, вы долго шли к этой операции? Так, это вот это. Давай ушки посмотрим, проверим. Так, Лёвушка. Ой, хорошие перепонки. Отличные. Помните, он не дослышал немножко? Да, да. Лёв, ну, будь ты мужчина. Ну, так, давай. Это через носик. Лёвчик, ты чё? Через носик. Ты скажешь, пароход. Ну, давай, скажи. Палантин раз. Давай, проверим, как ты дышишь. На вапочку мне подышишь, ладно? Вот, я проверю, как она движется будет. Он, видите? Угу. Отлично. Вот, как хорошо. Прекрасный, Лёвчик. Ну, давай, один раз только продуем. Ты же мужчина, ладно? Говори, фак. Тут он схитрил. Слово пароход прозвучало с корговоркой. Помнит, какие это не совсем приятные ощущения. Помедленнее. Говори, пароход. Ох, как. Всё. Это болт, когда попадает, всё, больше не будет у тебя. Ну, слышишь лучше, сразу слух по её. Не вспомнился. Ну, немножко. Всё, мой хороший. Давай, не болей. Никогда. Будь здоровым. Значит, он ни разу не болел за это время. А у меня нёба нормализуется как нёба? Конечно. Нёба. Готическое. Готическое нёба. Оно не будет больше таким готическим. Понимаете? За счёт чего? Мога себе на будет уходить. Воздух, когда идёт через рот, он как бы давит кверху. И нёба вдавит. А теперь у вас будет нормально всё, и оно восстановится. Теперь можно зубы восстанавливать. Значит, идите к стоматологу, брекеты, и всё будет хорошо. У девушки досыдно. Пёсочек. Лёвчику тоже пароход сделали. Пароход. Он берёт такая клизма, такая-то. Говори, пароход. Парац. Вот Лёвчику сейчас сделали. Соня говорит, что Лёвчик просто недоволен. Я говорю, Лёвчик, что тебя тревожит? Пароход. Ну вот и всё. Всем привет. Пока-пока. Ничего не бойтесь. Ни дети, ни их родители. Лёва. Пароход. Лёвчик. Посмотрите. Продолжение следует...